Привет, привет, мои дорогие. Рада вас приветствовать. Спасибо, что заглянули. Вчера делала, когда трансляцию, столько было в чате людей. Я очень рада, когда вы оставляете свою обратную связь, когда вы пишете. Это очень приятно. Столько приятных слов написали в комментариях. Выздоравливай, мне это так приятно. Спасибо вам большое за поддержку. Пожалуйста, пишите комментарии. Это реально приятно. Особенно, когда сейчас идет самоизоляция, когда хочется общения. Когда ты получаешь обратную связь. Сейчас решила делать бисквит. Разбила сюда 10 яиц. Многие спрашивают, что за комбайн. Это комбайн с Алиэкспресс. Оставлю ссылочку, если вам будет интересно, то посмотрите. Я им пользуюсь уже, наверное, года два ему уже. Но я им очень довольна. Классный. Малый был ли он? Не помнишь? Я тоже не помню, сколько. Рома, ты не помнишь, сколько у нас там комбайна? Два года точно есть. Тоже думаешь, два года? Мне тоже кажется. Чуть больше двух. Мне тоже кажется, больше двух. Тут завели хамера для того, чтобы он с детьми социализовывался. Потому что детей он не знает. Хамера, иди сюда. Покажись всем. Какой ты красавчик. Какой ты красавчик, покажись. Он классный, когда язык вытащит. Он так смешно выглядит. Да? А я больше Еву люблю. Больше Еву любишь? Это хорошо. Хорошо. Мне чем нравится этот миксер, он очень тихо работает. Вот за это я его обожаю. Он очень мощный, очень тихий. Сейчас будем делать вкусный бисквит. Тут ездили за продуктами. Роман ездил. Купил самое такое необходимое. Анюта, отключи свет. А, пожалуйста. Так у нас помню. Сегодня Роман ездила в магазин и в аптеку. Купил лекарства. Показывать не буду. Сахар, масло, маргарин. Здесь печень, детям ягоды. Хочу им сделать сегодня такой вот тортик несложный. Молоко, сметана. Вот. Тут Данюшке кошка. Вот такие вот покупочки у нас. За сегодня такое самое необходимое взяли. Сюда добавляю ванилин. У меня вот такой вот. Делаю двойную порцию, поэтому добавляю 2 стакана сахара. Яйца перед взбиванием немножко посолила, щепотку соли кинула, ванилин, 2 стакана сахара. Сейчас взбила здесь яйца, сахар и щепотка соли. Так, немножко что-то не хочет фокусироваться. И теперь буду сюда добавлять крахмал и муку. Так как я добавляю двойную порцию, поэтому у меня будет 2 стакана муки и 1 стакан крахмала. Более подробный рецепт я оставлю вам в ссылочке внизу. Взбила яйца, добавила туда щепотку соли, ванилин и сахар. Взбивала 3-5 минут. 2 стакана муки и стакан крахмала. Но я делаю двойную порцию. Теперь хорошо это все взбиваю. Крем буду делать из масла. Он у меня такой чуть подтаяло. 400 грамм и 2 банки обычной скущеночки. Сейчас сюда вылью и буду взбивать. Бисквит готов. Он уже у меня практически остыл. Здесь холодный. Сейчас переверну еще, чтобы он не с той стороны остыл. Добавила сюда какао, чтобы он был такой слегка шоколадного цвета. И шоколад для эксперимента бросила. Посмотреть, как это все будет. Дочь, а то у тебя что, скущенку ты себе намазала на голову? Вот тебе дополнительная работа. Мама не успела отвернуться, ты уже добавила. Иси-ка ладишься. Красотка. Роман мне сюда еще добавил сметану в крем. Сейчас все хорошо перемешаю. Получится крем. Получится масло. 400 грамм масла. 2 банки скущенки и банка сметаны. Это у меня вот такой крем пропитывать. Дочь, Таня, что они с тобой сделали, дочь? Издеваются над тобой? Дочь, маленькая моя куколка. Тимасенькая моя. Сейчас пропитываю бисквит с сиропом сладким. И здесь шоколад у детей оставался. Сейчас покажу какой. И вот им с водичкой и немножко сахара добавила. Пропитываю, чтобы он потом был не сухим. И они хотят его еще и сразу кушать. Особенно края вот тут. Немножко не доглядела. Края больше. Подошли. И потом сверху кладу крем. Сейчас начала варить крем. Здесь сахар с водой. Здесь у меня тарелочка. Это чтобы проверять, когда карамель будет готова. Я помешиваю. А здесь у меня взбиваются белки. В итоге у меня получается 12 желтков. И не знаю, что с ними делать. Посоветуйте какой-нибудь рецепт из желтков? Варится на карамель. Так, чуть-чуть. Залила уже карамель яйцем. Сейчас я жду, когда это все взобьется. Анюта сейчас будет учиться украшать. Снимала. Это желающие. Я помню, в детстве мама тоже делала. А мы стояли с сестрой, с Надюшкой облизывали. Так, запоминается-то в памяти. Это очень вкусный крем. Ну, выкладываю побольше. И все, и по бокам тоже, чтобы это все было красиво. Пойди, иди помой. Вот и сидела хоть. Тебе тоже надо помогать? Да. Размущаешься? Будьте здоровы. Молодой человек красивый. Мы тебе тоже с ложечки можем дать. Вчера сварила бальон. И сегодня буду борщ варить. Здесь печеночком пожарю. И сейчас вот здесь с луком у меня тут разборки идут. Получился у нас вот такой вот калейдоскоп. Дело в том, что крем или я не довзбила, или я грешу на краски. Что я купила не очень хорошие краски. Что делает жидковатый крем. Вот. Смотрю, что-то по белому, который был без краски. Что-то мне кажется, что не довзбило крем. В любом случае, дети счастливы. Он яркий. И для них это то, что им нравится. И особенно там какао есть. Да. И особенно там есть какао. Артём, тебе такой калейдоскоп нравится? Мам, вкусный. Да? А интересно, а что там внутри? Мне самой бы хотелось сделать без красителя белый. Я начала белым украшать. Ну как это так? Мы хотим яркий. Мам, давай сделаем яркий. И вот сделаем яркий, красивый, веселый. Ну а самой у меня, у меня очень высокая температура. Я себя очень плохо чувствую. Еле-еле стою, еле все делаю. Но стараюсь на карантине, чтобы им не было скучно. Делать им какие-то развлечения, какой-то праздник. Остались свечки со дня рождения Анютки. И будем их зажигать. Задувать, зажигать, веселиться. Потому что у меня не было тортика. Диана говорит, что когда она была у папы, у нее не было тортика. Она говорит, можно это будет мой тортик в честь дня рождения. Дианечка, смотри, там кремом выпачкала. Сейчас, чтобы ты не выпачкалась. Нет, будет двенадцать. Потому что они поделят и с Лидой. Ладно, а то Лида тоже хочет день рождения. Хорошо. Шобака балдеет лежит. Мама. А? А это... Мама. Я то еще сказать хотела. Так это должно быть один, кстати, свечей. Потому что семь плюс четыре. Да? Так ей же восемь спонс. А Лиди четыре. Она же говорит, что она просто день рождения рождения рождения. Ну нет, давай это просто так сделай. Ты же у меня взрослый, ты же должен все понимать. Мне сейчас семь. Восемь будете скоро. В ноябре Лидусе будет четыре. Шобака. Так диван уже разодрались. Вообще караул. Надо будет что-то перешивать его, да, шобак? У меня следующий день рождения одиннадцать лет. Да, следующий этаж. Через год следующий. Это моё ненавидное число. А Люке будет тогда шестнадцать. Что-то такая прическа, но я говорю, вообще караул. А сейчас самоизоляция, сейчас отрастёте. Может, у вас на улице подстричь? Нет. Всего дома сидите. Я за. Я нет. Лома за. Ну, у тебя ещё... Отрастут. У тебя ещё вид нормальный, тебе ещё можно походить. А вот... Артёма можно уже стричь. Артём, давай подстричьёмся. За месяц отрастём. Да, Артёма, кричёлка слишком большая. Нормально, пойдёшь в школу. Как солдат. Просто ты сейчас обрастёшь это, а потом... Как мы потом будем... Или потом уже перед школой ехать. Мам. Ну, это же дом. Мама, а когда тебе там мать? Да? Зелёная. Зелёная? Нос, да, зелёный у тебя. Чё, серьёзно? Такой ужас. Бедная я, в зелёный нос у меня от краски. Слышишь, как этот Дед Мороз зелёный нос. Ещё здесь? А-а-а, вообще как свинюша. Флин. Флин. Выготовила борщ. Такой вот красивый. Ммм. Сейчас будем пробовать. Да? Сервируем стол. Сейчас будем кушать. Такой борщик красивый получился. Вкусный, да? Ммм. Дочь, будешь кушать? Да. Чё будешь, Дочи? Борщика, да? Со сметанкой ты любишь борщик. Сейчас будем кушать. Чё ты борешься? А? Ты тюйкать начала? А? Тюйкайся. Что там у тебя? Глазки? Что-то у тебя ты у меня... Не тыкай в глазки. Не тыкай. Не надо в глазки тыкать пальчиками. Не тыкай. Посмотри, какие у тебя глазки красивые. Не тыкай туда. Не надо, убери. Где носик? Покажи маме носик. Вот он. Не надо туда залазить в него. А ротик где? Вот он, ротик. Всё, застеснялась. Всё, смотри на неё. Анюта подошла, посмотрела и всё. Застеснялась, красоточка моя. Зёбка моя, зёбочка. Косявица моя. Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку-ку. Ха-ха. Ха-ха. Что ты кто пришёл? Ой, собака тут ко мне пришла. Кто тут со мной... Кто тут со мной лижется? Кто? Кто хочет со мной лизаться? Такой собака. Собака. Собака, видела, да? Собака на меня тут. Целоваться хочет. Ты себя увидела? Мама подняла объектив. Объектив, господи. Ой, крам. Да? И ты себя увидела. Какая ты красавочка. Передай привет. Помаши, скажи. Привет, привет. Ставьте лайки. Помаши привет. Всё. Завображала она. Вот она. Да. Такая выображулька. Сейчас покушаем. У меня уже что-то в животе бурчит. Хочу кушать. Всё, хватит её нафоткивать. Давай. Тань, дочь, у тебя носик-то работает? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вкусный тортик, хоть скажи. А, дочь. Вкусный тортик? Мы уже с ним пообщались. Вкусный тортик? Да. А, это да, что ли? Да. Да? Кушай, кушай, моя хорошая. Сейчас давай, тебя вытируй носик. Давай. Вытируй сейчас носик. Поели, детишки, тортик. Такой вот он. В разрезе не получится показать. Потёкли. Ну, очень вкусный, дети сказали. Вот так вот это на тарелке выглядит. Он мокрый бисквит получается. Замечательно тем, что этот рецепт можно сделать и тут же, через несколько минут, его кушать. То есть, он уже сразу пропитанный. Думаю, такой будет тортик лучше, чем эти все пальмовые конфеты с пальмовым маслом, я имею в виду, печенье и тому подобное. В этом плане, лучше, думаю, им буду делать сама. Но буду знать, что там всё натурально, что там нет ничего. Но, с другой стороны, конечно, делаешь, когда и сливочное масло, ну, кто его знает. Мне кажется, как вот у нас продают сливочное масло 550 рублей. Не знаю, настоящее это или нет. Конечно, написано, что это 82,5, но не знаю.